Всем привет! Продолжаем учиться тому, как продуктивнее учиться. И сегодня мы поговорим о том процессе, который является одним из самых важных в процессе обучения. Это память, а также внимание, которое помогает нам выявить те крупицы знаний, которые нам нужны в общем потоке информации. Вопросы сегодняшней лекции. Это память и ее процессы, краткосрочная память и ее особенности, долгосрочная память и консолидация, стратегия работы с памятью, а также внимание и ее виды. Итак, начнем с памяти. Память это комплекс познавательных способностей, а также высших психологических функций нашего мозга. Но если проще, память это такое большое хранилище наших воспоминаний, наших навыков, нашего опыта и так далее. То есть все, что мы помним, все, что мы можем сделать, это все хранится в памяти. И наша память состоит из простых процессов, которые знакомы каждому. Это забывание и запоминание, хранение и воспроизведение. Если говорить о памяти на клеточном уровне, то это миллионы нейронов, которые соединены между собой в определенном порядке, организованные, структурированные и так далее. Также, когда мы говорим о памяти, нужно упоминать гипоталамус, потому что он играет очень важную роль в процессах памяти. Но раньше считалось, что в гипоталамусе хранится наша память. Но последние исследования все же доказали, что гипоталамус не хранит нашу память, но является таким обработчиком входящей информации, которые потом поступают в нашу память. А память на самом деле расположена по всему нашему мозгу неравномерно, но во всех отделах есть какие-то кусочки нашей памяти. Кратковременная или рабочая память — это временные нейронные соединения, которые хранят то, что только что вы восприняли, то есть восприняли ваши органы чувств. И говоря о том, что или краткосрочная, или рабочая, некоторые их разделяют, и в краткосрочную относят то, что мы воспринимаем непроизвольно, то, что окружение какое-то, оно приходит и уходит. А рабочая память — это то, где хранятся наши воспоминания, которые мы сейчас призвали к себе, какие-то мыслительные процессы и так далее. То есть рабочая память является нашей рабочей лошадкой в том плане, что это такое временное хранилище, куда выгружаются воспоминания, где проходит процесс обработки и структурирования. Так что всё, что мы видим, слышим, осязаем, всё это проходит сначала в краткосрочную память, и только потом, после определенного процесса, оно продвигается, если нужно. Если организм, не организм, точнее мозг считает, что это вам нужно, важно, что это впоследствии вам пригодится, оно это всё, то есть мозг перерабатывает в долгосрочную память. Но если с поступившей информацией в течение 20-30 секунд ничего не сделать, потому что краткосрочная память — это временное соединение, то есть если вы не приложите каких-то сознательных усилий для того, чтобы что-то запомнить, оно испарится, потому что оно никак не зафиксировано, то есть это временное соединение, и поэтому мы не запоминаем миллион подробностей одежды, проходящего мимо человека, потому что вы не делаете никаких усилий для того, чтобы хоть как-то это запомнить. Особенности краткосрочной памяти — это ограничение по времени. Как я уже говорила, если ничего не сделать с воспринятой информацией, с поступившей информацией, то она исчезает. То есть если вы никак не пометите для мозга то, что эта информация важна, нужна, и вы хотите её запомнить, то она исчезнет, а то, что важно, то перерёт в долгосрочную память. Далее ограничения по вместимости. Наша рабочая память очень ограничена. То есть, в принципе, ранее была выявлена такая вот схема 7 плюс минус 2, около 5-9 блоков информации, которые вы можете хранить одновременно в вашей памяти. Но хочу заметить, что осознанно что-то делать, ну вот, активный рабочий элемент всего один. И в связи с тем, что есть ограничения по времени и по вместимости, наша рабочая память очень легко перегружается. То есть когда мы пытаемся туда впихнуть много-много чего нового, то есть какие-то старые воспоминания подзываем к себе, воспринимаем кучу-кучу новых каких-то, ну даже ощущений, звуки, музыка, голос, картинка и так далее. Когда слишком много всего, она перегружается и перестаёт получать информацию. То есть вы перестаёте вообще соображать. Ваш мозг в этот момент практически парализуется, потому что как только парализуются процессы рабочей памяти, как только она перегружается, ваш мозг тоже парализуется, потому что у вас нету места, у мозга нету места для того, чтобы полноценно соображать, как бы иметь ясную долгосрочную или долговременную память. Это необъятное хранилище нашей памяти, наших воспоминаний, наших навыков и тому подобного. То есть это такое хранилище, в которое поступают вот как раз-таки информации из короткосрочной памяти, она консолидируется, об этом чуть позже, и поступает в долгосрочную память и хранится там вечно. То есть когда мы забываем что-то, на самом деле это нейронный цвет, который за это отвечает, она не исчезает, она просто угасает и куда-то там уходит на дальний и дальний план, и мозгу просто сложно добраться до неё. Но всё-таки хочу сделать поправку, что нейронные и нейронные цепи разрушаются на самом деле, но это происходит только в определённые моменты, при травме и при определённых болезнях. И наша долговременная память необъятна, в том плане, что учёные так и не смогли полностью загрузить нашу, ну вот, живого человека, полностью его память так, чтобы, ну вот, был какой-то всё, типа, больше никакой информации невозможно даже запомнить, такого не было. Поэтому, возможно, она имеет какие-то ограничения, но живой нормальный человек за всю жизнь не может её настолько запомнить, что уже перестать воспринимать информацию. И когда мы уже знаем, что есть долгосрочная память, есть краткосрочная память, рассмотрим, в принципе, процесс попадания информации в наш мозг от наших органов чувств. То есть зрение, слух, кожа и так далее поступает информация в наш мозг, она как раз-таки поступает в краткосрочную память, потом в рабочую память. Мы думаем, вот, это важно. Потом в процессе консолидации памяти эта информация поступает в долгосрочную память, и когда она нам нужна, опять-таки, тем же путём обратно, оно возвращается в рабочую память, как-то там используется. Кстати, каждый раз, когда в воспоминании вы вытягиваетесь в своей долгосрочной памяти, в краткосрочной памяти, оно немножко меняется, потому что вы вытягиваете эту нейронную церковь, вы опять её активируете, вы что-то дополняете, вспоминаете, какие-то подробности и так далее, и это всё меняет структуру вашего воспоминания. В целом, консолидация — это процесс обработки информации, но не такой, не слишком механический, что просто вот взяли воспоминания, его как-то переработали и отпустили его в долгосрочную память. Это такой более сложный процесс, который состоит в том, что не просто переработать воспоминания, а как-то его систематизировать, сделать более комплексным, присоединить его к тому, что уже имеется, потому что отдельные факты вообще не запоминаются нашим мозгам, потому что отдельная нейронная цепь не существует, она всегда должна присоединяться к чему-то, то есть вот как листик должен жить на дереве, если его оторвать или вообще отдельно, чтобы он находился, он быстро зарянет, засохнет и вообще исчезнет. То же самое, что с нашими воспоминаниями. То есть консолидация — это такой большой, комплексный, сложный процесс, который помогает нам систематизировать, упорядочить наши знания, и всё это происходит неосознанно, всё это происходит во сне, зачастую в течение дня тоже происходит, но самый такой большой глобальный процесс проходит во сне. Далее стратегии работы с долгосрочной памяти, с краткосрочной памяти, в целом с нашей памятью. И первое, что нужно знать, что образ — это язык нашего мозга. То есть если вы перерабатываете своё воспоминание сразу в образ, то оно наверняка запомнится, потому что любую информацию, которую воспринимает наш мозг, вот как раз-таки в этом процессе консолидации, он перерабатывает в изображение, вот в образ цельный. Далее то, что помогает нам в процессе запоминания какой-то информации — это расставление приоритетов. Невозможно знать всё. Если вы пытаетесь впихнуть в себя гораздо больше, чем вы можете одолеть, помним о том, что рабочая память у нас ограничена, она перегружается. Если вы это пытаетесь впихнуть в надежде на то, что вы это запомните, даже если вы делаете себе перерывы и даёте как-то более-менее мозгу переживать всё, что вы вот втрамбовали в него, это всё равно не помогает в глобальном плане. Всё равно большая часть информации забудется, потому что всё равно обработка информации, обработка, консолидация вот этой всей поступающей информации — это достаточно длительный, сложный процесс, который нужно учитывать, что всё-таки нужно в день давать себе дозированную информацию. Далее я уже говорила, что непонятные и слишком абстрактные куски информации вообще не проходят в долгосрочную память. То есть что-то совершенно непонятное, совершенно абстрактное всегда для вас должно состоять из знакомых кусочков. Потому что когда мы создаём, казалось бы, что-то совершенно новое, всё равно наш мозг это делает из знакомых кусочков. То есть когда мы создаём новую картинку, мы создаём всё равно её из существующих кусочков цвета, к примеру, как мозаику. Всё равно мы набираем это из каких-то цветов зелёного, красного, синего уже знакомых, но какую-то новую форму. Да, это будет что-то новое, но и знакомое. Поэтому всю поступающую информацию, которую вы можете не понимать, лучше их сразу перерабатывать в какие-то более знакомые формы. Отдельные факты, как я уже говорила, не запоминаются. То есть отдельный какой-то маленький факт, который вообще никак нигде у вас ранее, вы вообще не задействовали никак, ни по вашей теме, ни в ваших интересах, ничего. Он, скорее всего, где-то затеряется. Возможно, если вы напряжётесь, вы его запомните, но он будет где-то там, в недрах вашей памяти, настолько далеко и настолько к нему будет далёкий, непонятный путь для вашего мозга, что вы не сможете его в следующий раз найти. И поэтому, когда вы что-то изучаете, вам нужно обязательно это связывать с уже существующей информацией. То есть, когда вы что-то запоминаете, если вы это присоединяете к уже имеющейся информации, то есть вы подтягиваете какую-то старую информацию, во-первых, она точно поступит в долгосрочную память, потому что старые воспоминания утянут новые, они там присоединятся, они там обрастут, то есть это будет уже такое полноценное большое дерево ваших знаний, которое наверняка будет хорошо работать и вам будет легко вспоминать, потому что там уже проторенная дорожка к старым знаниям. А через старые знания можно дойти и до новых. Используй или потеряешь. То же самое для рабочей памяти. Если вы ничего не делаете с информацией, она забывается. То же самое для долгосрочной памяти. Как бы вы не зазубривали какой-то материал, если вы его не вспоминаете периодически, если вы к нему не возвращаетесь, если вы его не воспроизводите, это просто бесполезно. Оно уходит, оно исчезает, оно гаснет и так далее. То есть все ваши воспоминания, к которым вы не возвращаетесь, хотя бы через какие-то промежутки времени, они уходят на второй план, на третий, на десятый, и потом вам кажется, что вообще этого никогда не было, вы никогда это не учили. И последнее, внимание и его особенности. Внимание в целом это направленное восприятие на какой-либо объект. То есть мы воспринимаем вообще все на свете, что нас окружает, вот постоянно, круглосуточно. Но внимание помогает нам такой как бы луч направлять на что-либо. То есть мы там смотрим, что у нас под ногами, что в небе, в чем одет прохожий и так далее. То есть это вот направленное внимание на какой-либо объект, который показывает отношение к нему. То есть если объект нам безразличен, то мы не обратим на него внимания, даже если он будет вот тут буквально впритык к вам стоять, если человек вам неинтересен и вы его не замечаете, то вы даже не запомните, в чем он был, как он был, как он выглядит. И по этому поводу существует несколько видов внимания. Это произвольное и непроизвольное. Произвольное внимание — это внимание, которое происходит без сознательного контроля. То есть это такое скольжение по предметам, вы что-то запоминаете, что-то отмечаете, но вы не прилагаете каких-то сильных усилий к этому. А произвольное внимание — это как раз-таки то внимание, которое целенаправленно направлено. То есть вы хотите запомнить, какого цвета подушка, какой комод, какой человек, какая у него прическа. То есть, когда вы сознательно направляете своё внимание, вот этот вот луч внимания, это уже произвольное внимание. И как раз-таки к свойствам внимания относится концентрация. Это удержание внимания на каком-либо предмете, а также удержание информации об этом предмете, либо объекте и так далее. То есть, концентрация как раз-таки помогает нам что-либо изучать, а также продуктивно работать. Потому что только сконцентрировавшись на вашей задаче, учебнике, лекции, чем угодно, вы можете полноценно получать информацию. То есть, та информация, которая будет получена в сконцентрированном состоянии, будет поступать в рабочую память сразу с пометкой «Важно». То есть, это та информация, которая будет хорошо группироваться, поступать в рабочую память, и которая наверняка пройдёт в долгосрочную память. А также концентрация помогает выполнять задания, потому что в вашу рабочую память, в этот процесс не проникают какие-то другие раздражители. То есть, она не забивается лишним. То есть, она рабочая память и так ограничена. Но когда вы сконцентрированы, вы как бы ставите такие рамки, и никакие посторонние шумы, звуки, какие-то яркие вспышки, люди, всё что угодно, они вам не мешают, потому что концентрация таким куполом взяла вашу рабочую память и не даёт лишней информации туда проникнуть. И многие жалуются, что невозможно сконцентрироваться, невозможно то, я не могу вообще сидеть долго, я устаю и так далее и тому подобное. Но то же самое происходит с концентрацией, что и силой воли. Для неё можно тоже пронести аналогию с мышцей, то есть её тоже можно натренировать. Нетренированному человеку, да, сложно сесть и, к примеру, прочитать целый параграф, потому что он будет отвлекаться, вставать, чесаться, ему будет казаться, что это нудно. Да, согласна. Это то же самое, как, не знаю, нетренированного человека поставить на беговую дорожку и заставить бежать 5 километров. Конечно же, никто не выдержит, поэтому концентрацию тоже нужно тренировать. То же самое, что и силой воли. Нужно, во-первых, начинать с небольших промежутков, то есть постарайтесь концентрироваться на 15 минут, потом на 20 минут, потом на 30 минут, но старайтесь, чтобы концентрация не превышала 50-55 минут, ну вот, единый какой-то блок. После этого нужно сделать перерыв, нужно отдохнуть, потому что если слишком долго концентрироваться, то вы перегораете, вы слишком устаете, и потом следующий блок очень сложно запустить. Что ещё очень помогает в прокачке концентрации, это медитация. Медитация — это чистая концентрация. То есть, не обязательно садиться в позу лотоса и целый час сидеть. Достаточно для работающего человека, для человека, который учится, от 5 до 20 минут в день просто садиться в тишине, в покое, желательно делать утром и сидеть неподвижно, отбросив себе свои мысли. Здесь смысл не в том, чтобы просто вообще ни о чём не думать, а смысл в том, что вы стараетесь, концентрируетесь на том, чтобы не допустить каких-то мыслей. И когда ваши мысли пытаются всё-таки к вам проникнуть, вы усилием их отталкиваете. И вот это состояние, когда вы отталкиваете от себя лишние мысли, вам помогает потом, потому что вы можете сосредоточиться уже, к примеру, на чтении, и вы не будете пускать свои лишние мысли, какие-то раздражители к себе, потому что вы уже натрировались, вы уже над этим поработали. И поэтому медитацию лучше начинать, можно начинать даже с одной минуты. С одной-пяти минут начинать и доводить до 20 минут, больше 20 минут, в принципе, и не надо. Также то, что помогает концентрации, это небольшое напряжение. Когда на вас, ну, когда вы испытываете небольшое такое напряжение, давление, то вы как-то бодрее работаете, потому что всё происходит из-за того, что в вашем мозгу начинаются такие процессы гормональные, которые помогают задействовать ту структуру мозга, которая отвечает за самоконтроль, силу воли и концентрацию как раз-таки. Поэтому это немножко полезно. Если вы будете слегка на себя поддавливать, что вам нужно это сделать, вам нужно успеть там, к примеру, к пяти часам, чтобы потом освободиться и так далее. То есть если вы будете себя немножко так поддавливать, ну, напряжение небольшое держать, нельзя переводить это в стресс сильно. Если вы будете это делать, то ваша концентрация улучшится, вы сможете доделать все ваши дела вовремя. И на этом всё. На следующей неделе поговорим о принципах запоминания, которых я уже немножко коснулась, и о мнемонике. Все нужные файлы, планы занятий и литература всё внизу. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok